Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, никого, и моли Бога у нас! Светитель, очи наш, никого, и моли Бога у нас! Прекламни, учи нас, Сергий, и моли Бога у нас! Светитель, очи наш, никого, и моли Бога у нас! С ней смерти, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Пятое января. Память преподобного Григория Критского. Преподобный отец наш Григорий родился в 760 году на острове Крити от благочестивых супругов Феофана и Иулиании. При добром домашнем воспитании он получил и книжные образования. В то время исповедники православной веры терпели великие притеснения от еретиков и коноборцев. С детства преданный православию и горячо желая соблюсти правую веру во всей ее чистоте, юноша однажды взял из дома запас пищи и удалился в селевкию. Немалое время прожил он здесь, питаясь хлебом и водою и проводя в подвигах благочестие и богоугодную жизнь. По смерти императора Льва IV и коноборца преподобный Григорий на 20-м году своей жизни отправился во святой град Иерусалим поклониться его святыням. Здесь он пробыл 12 лет с терпением и радостью, перенося жестокие притеснения от арабов и евреев. Оттуда святой Григорий переселился в Рим, где принял пострижение в ангельский образ, в коем и подвязался, умершляя свою плоть воздержанием. В 1811 году святой Никифор, патриарх Константинопольский, отправил к римскому папе, святому Льву III, святого Михаила Исповедника, епископа Синарского, соборные грамоты о венчании на царство императора Михаила Куропалата, лев императора византийский, царство в 775 по 780 год. Арабы взяли Иерусалим в 636 году при халифе Амаре. Никифор с 806 по 816. Лев III с 795 по 816. Михаил Куропалат, иначе называемый Ранга, в царство с 811 по 813. В Риме святой Михаил духовно сблизился с преподобным Григорием и, возвращаясь в Константинополь, взял его с собою, а потом поместил в обители на мысе Акрити. Здесь преподобный ради Христа подвергал себя великим лишениям, ходил босой, имел только одну одежду, пищу, состоявшую из небольшого количества хлеба и воды, вкушал только по одному разу через два или три дня. Спал на Рогоже, жилищем избрал себе глубокую яму, и здесь горько оплакивал смуты, которые волновали тогда христианские церкви. Разумеется, волнение вызывавшееся иконоборцами. Впоследствии святой подвижник затворился в тесной келье. Отсюда выходил он, одетый в одну только кожаную одежду, чтобы наносить воды в чан, стоявшего у монастырской ограды. Исполнив эту тяжелую работу, преподобный уединялся в своей келье и здесь совершал келейное правило. Так, подвязаясь к добрым подвигам, он предал в руки Божьей святую душу свою. Около 820 года. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.